Контроль за соблюдением масочного режима в транспорте усилили. Совместные рейды Минтранса региона и транспортной полиции прошли по всему Подмосковью. Носят ли люберчане средства защиты, узнаем из сюжета. Маски, перчатки одеваем. Маски по-прежнему главный аксессуар в общественных местах, а в транспорте тем более. Средства защиты в тренде. Мы переживаем за здоровье детей, внуков. Ну как, положено так положено. Однако с послаблением ограничительных мер многие пассажиры расслабились. И это видно невооруженным глазом. Пользуются средствами защиты единицы. А я только снял. Сейчас вот одену. Напомнить жителям о необходимых мерах безопасности взялись сотрудники Минтранса и транспортной полиции. При виде масочных ревизоров горожане вспомнили, что носить средства защиты обязаны. Как оказалось, у большинства пассажиров маски при себе. Делаю вам разрушение в следующий раз, будь наказан. Всего доброго. Ну а те, кто пренебрегает действующими правилами, ждал протокол за административное правонарушение. А это штраф, который бьет по карману четырьмя тысячами рублей. В Куршин, на территории Москвы, Московской области, за нахождение на транспорте и на территории транспортной инфраструктуры предусмотрена административная ответственность. Контроль за соблюдением масочного режима усилили с 4 августа. Теперь сотрудники транспортной полиции вместе с представителями Минтранса ходят в рейды ежедневно. Рейды проводятся для того, чтобы люди понимали, что вирус, он еще никуда не делся. Стараемся людей предупредить за ношение масок. Предупреждать, внушать, убеждать, что режим масочный никто не отменял. Ношение масок в общественных местах обязательно в столичном регионе с 12 мая. Меры безопасности нужны, чтобы снизить риск заражения вирусом, как для вас, так и для окружающих. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.